Вам не надоел шум транспортного потока и загрязненный воздух? Несмотря на массу преимуществ городской жизни, люди иногда мечтают побыть в тишине и спокойствии, пожить в небольшом уединенном доме. Вы на канале Макс ТВ, и в этом видео вы узнаете о самых невероятных домах, которые находятся вдали от городской суеты. Итак, поехали! Дом на дереве Джоэл Эллен соорудил дом, расположенный на дереве. Домик на дереве имеет необычную форму, в виде яйца. Первой проблемой Джоэла было получение разрешения на строительство или покупки участка леса. Но ни то, ни другое ему было не по карману. Поэтому он решил построить дом без разрешений. Самострой, как это по-нашему. Вторая проблема – это выбор места. Идеальное место для домика на дереве должно было быть недалеко от дороги, и в то же время, чтобы его не было видно. Еще желательно наличие рядом проточной воды. Плюс к этому нужно найти идеальное дерево. Но все эти проблемы – ничто по сравнению с шедевром, который в конечном итоге получилось создать. Австралия. Билплин. Дом на дереве в окружении дикой природы. Домики на дереве бывают разные. Этот, скорее, настоящий дворец. Большая площадь, стеклянные стены и прекрасный вид за окном стоят того, чтобы выложить 50 тысяч рублей за сутки пребывания. Да, действительно, в Австралии не каждый может позволить себе отдохнуть. Но это настоящая близость к нетронутой природе. Дом на дереве состоит из большой комнаты, туалетной комнаты и балкона. Комната поделена на спальную зону, кухню и место отдыха. В Австралии создали дом, архитектура которого навеяна формой дерева. Самый необычный дом юго-восточного побережья Австралии на первый взгляд может показаться чересчур рискованным с точки зрения инженерии. Подобные огромные выносы – фирменный почерк компании JCB, коньком которой стали идеально выверенные конструкции, создающие иллюзию победы над законами физики. Впрочем, дом также устойчив, как и окружающие его старые приземистые деревья. Именно они вдохновили архитекторов. Дом во всем подорожает деревьям, широко раскинул ветви и крепко цепляется корнями. Невидимый дом 3-хотел Пожалуй, самый интересный и необычный вариант домика на деревьях – это зеркальный куб. Невидимый для людей, он располагается на нескольких деревьях и может разместить всего одного или двоих человек. На поверхности стен этого дома отражаются высокие деревья и небо, как бы продолжая природную картину. Стекла, которыми отделаны снаружи стены дома, имеют внутри инфракрасную пленку, невидимую для людей, но видимую птицами, что позволяет избежать их попадания в окна. Днем этот зеркальный дом освещается и нагревается естественным образом, за счет проникновения света сквозь инфракрасные стекла. Автономный мини-дом в горах легендарного сноубордиста Майка Басича После выхода на пенсию спортсмен продал большой дом и купил более 40 акров земли в горах Калифорнии. Пять лет понадобилось Майку, чтобы спроектировать и построить помещение площадью 23 квадратных метра. Строительным материалом стали дерево и камни, которые профессиональный сноубордист нашел на собственном земельном участке. Вода поступает в жилище из двух горных ручьев. Тепло обеспечивают камни на дровах, а необходимое электричество генерирует солнечные батареи. Дом спортсмена напоминает произведение искусства. Большое количество кристаллов, встроенных в стены и стол, сложные работы из металла украшают двери. Миниатюрный дом спроектирован так, что все пропорции соответствуют золотому сечению, а в день рождения хозяина лучи солнца падают прямо в центр большой комнаты. Секретный дом на дереве В глубоком лесу Австралии находится самодельный дом на дереве. Чтобы попасть в дом, нужно как минимум не бояться высоты, так как он расположен на высоте четырехэтажного здания. Это лучшее место для расслабления после серых и суровых будней. Очаровательный, элегантный отель в горах Парк Хотел – это отель пяти звезд в Капителло-де-Фасе, в сердце Доломитовых Альп, который отличается своим характерным тирольским стилем. Отделка интерьеров ценными породами дерева обогащает мебелировку и создает уютную и теплую атмосферу для приятного отдыха. Гостиница расположена в спокойном солнечном месте, рядом с подъемником Колраделла. Необычный дом в Исландии На севере Исландии есть местечко под названием Глюэмбайр. Здесь на месте бывшей типичной исландской фермы теперь находится небольшой этнографический музей под открытым небом. Целый комплект аутентичных торфяных домов, в которых жила семья местного фермера и батракии, нанимавшиеся к нему на работу. В традиционной культуре Исландии предпочтение отдавалось строительству домов из торфяных блоков. Крыши приземистых построек покрывались дерном, отчего летом внутри было прохладно и сухо, а зимой тепло. А вы бы хотели жить в таком доме? Бич-парк – дом в дереве Этот дом можно считать самым оригинальным в этом видео, так как он расположен не на дереве, а непосредственно в самом дереве. Спустя много лет назад секвойя начала распадаться и сохнуть, и владелец парка вместо срубки дерева принял решение укрепить его таким вот интересным образом. И через некоторое время дерево снова ожило, и по сей день привлекает туристов со всего мира. На этом все, дорогие друзья! Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. И, конечно же, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...